Госавтоинспекция в нашей стране была создана в 1936 году. Тогда в сочинском отделении милиции работало всего семь сотрудников ГАИ. В их распоряжении был один автомобиль и четыре мотоцикла. Сегодня сочинское подразделение оснащено на самом высоком уровне. Что же касается внутренней работы инспекции, то там перемен не произошло, отмечает начальник сочинского УВД. Задачи у инспекторов все те же. На торжественное мероприятие приглашены ветераны службы. Сотрудники в отставке отмечают. Традиции продолжаются. То, что офицерская честь для полицейского. Самое главное сегодня доказывает и молодежь. «Это служба, которая работает на благо наших россиян, защищает их. Так должно быть всегда. И я думаю, что она с каждым годом должна совершенствоваться и еще быть лучше. Они действительно должны быть ангелы на дорогах, которые защищают наших граждан». На сегодняшний день сочинское ГИБДД считается лучшим в Краснодарском крае. Личный состав регулярно удостаивается различных наград. И это не случайно, отмечает глава города Анатолий Пахомов. Сочи – один из самых насыщенных автомобильным транспортом городов России. И тем не менее, ситуацию на дорогах Олимпийской столицы в целом можно назвать безопасной. И в этом большая заслуга сотрудников автоинспекции. За работу инспекторов благодарят не только почетными грамотами. На курорте строится муниципальное жилье, в том числе и для правоохранителей. «За это время более 400 квартир получили сотрудники Управления внутренних дел города Сочи. Василий Петрович забрал, по сути дела, 228 квартир из муниципального фонда. И эти квартиры будут служебным фондом, в том числе и полка ДПС. Всячески будем поддерживать наших сотрудников ГИБДД, ГАИ, ДПС города Сочи. Поддержку реальную вы будете ощущать». Отметило руководство города и отличную работу сотрудников ГИБДД во время проведения Олимпиады. Источинскую полицию, имидж которой зависит от дорожных инспекторов, охарактеризовали как ненавязчивую, культурную и исполнительную. «Ваша служба была незаметна. Она была корректной, правильной и в то же время, где нужно вы применяли ту жесткость, которая требует сегодня закон. Это совершенно правильно». Но и городских задач никто не отменял. Первоочередные на сегодня – это борьба с незаконными парковками и нелегальными таксистами.